всем привет скульптис альфа 6 давайте в этом ролике сделаем распутина делать будем уже не скульптис вот в этой программе а скульптис другой и так если вам понравилась эта программа то со временем вам захочется чего-то такого большего более профессионального да ну и давайте рассмотрим новую программу они я уже говорил в роликах еще два года назад ну кто смотрел тот смотрел кто пробовал тот пробовал давайте повторим я давно уже в ней тоже не работал и так рад приветствовать вас уже скульпт g l это программа именно онлайн ну кто умудрится тот может и скачать на винду так ну давайте распутина попробуем тут лепить и посмотрим как тут все устроено и так в боковой панели у нас файлы здесь все по-английски экспорт импорт здесь тоже все по-английски не будем запоминать именно английские слова достаточно от brush twist flatten который возможно после забрать кто-то уже знает как называется ну слова навигация радиус стулы это уже тоже будет понятно тем кто английский плоховато заходим в лангуайр лангуаж и здесь вот русский японский шведский французский нам нужен русский переключаем и вот пожалуйста все по-русски написано галочки где ставить день и ставить это вы интуитивно уже поймете но и сейчас все это дело рассмотрим потихоньку и так вот у нас сфера вы видите здесь есть визуализация и маткапы также есть карта нормали есть пбр и юви вот такая штукенца это уже скульптрис навороченный ставим маткапы внизу маткапы вот есть выбор клей вот такой есть green зеленый так но меня не устраивают эти цвета я привык глине что делаем дело простое скидываем материал именно глина из материалов папки скульпты с альфа 6 и просто делаем вот такую штукенцию нажимаем импорт находим на рабочем столе материал и вуаля вот такая штукенция она подгружается jpeg png вы можете любую любой цвет сделать скриншот и любой цвету сюда подойдет вот такой можно цвет поставить это уже за брашевские скриншоты но больше подходит именно вот этот материал со скульптис альфа 6 мне больше в нем нравится работать вы можете любой подобрать так что имеем имеем камеру как она движется это горячие клавиши т вид сверху потом f вид спереди и л вид сбоку так вот он л вид сбоку не видно подгружаем файл но прежде чем подгружать можно нажать дилит удалить эту сферу control z назад вернуться или вот есть сцена очистить сцену ok очищаем полностью сцену и заходим файлы находим импорт масштаб вид если не поставить то импортироваться будет так сразу найду где у меня находится этот болван вот таким вот образом вы видите что моделька очень маленькая делит ее удаляем открываем файл добавляем масштаб вида и добавляем именно опять же mail plans именно заброшу эту болванку теперь мы можем с ней работать импортируем опять же с рабочего стола или с папки вот этот вот материал и будем работать с ним горячие клавиши тут уже присутствуют и так продолжаем смотрим что можно вот так лепить здесь вот если визуализацию мы отключим то в лепите красить у нас уже стоит симметрия ее можно отключить также если нам обязательно полоса то мы находим сцену показать сетку показать контур можно вот он и по линии симметрии здесь тоже присутствует разделительно если вам так удобно если она вам не нужна отключаем показать контур чтобы виднее был персонаж показать сетку можно как и скульпт из альфа 6 сетку отключить и затенить не выбранные именно места тоже так связь визуализация еще давайте посмотрим здесь вот есть так визуализация маткапы смотрим что плоскости если включить и каркас вот можно и сетку смотреть горячая клавиша w это варфрейм вот и w и отключает дальше прозрачность можем прозрачность больше поставить для чего это нужно это если вы работаете с референсами допустим приметить какой-то момент там наложить персонажа так вот можно светлее сделать можно потемней вот такая штука так рельефность тоже можно прибавить убавить пленку можно отключить это вот такой мягкий переход вот его если отключить то будет все темное а если включить смысле будет все темно если отключить то будет вот нормально мягко для глаз приятно так историю можно control z назад control y вперед назад вернуть и поставить количество шагов допустим вы лепите и боитесь что-то потерять но поставьте 30 шагов назад там 20 19 если волос сделаете то побольше можно шагов сделать так история шагов я поставлю где-то стандартно 15 как и скульптис ну там тоже получается чуть меньше 11 там где-то 34 пропадут возможно так что тут есть камера орбита перспектива ортогональный это вот в таком виде вот в таком лепите будем а в перспективе так камера перспективе все выглядит вот так как и в забрать так камера опять же я переключусь пока в ортогональный орбиту вращения можно выбрать именно орбита вращения сферическая плоскость если по атмосферической поставим то будем вот как-то так крутится как и скульптис альфа 6 если поставим допустим орбита то посмотрим сейчас как будем переключаться в принципе изменения вот можно колесико зажать и переносить персонаж крутить левой кнопкой мыши правой кнопкой мыши тоже вот так делать через shift и колесико можем ну переносить переносить можно просто колесиком без шифта так камера опять же выбор вращения спид скорость вращения поменьше поставим чтобы все это мягче было так в принципе нормально вот это вот настройка меня орбита вращения и выбор вращения можно поставить вот тут так вот так вот все нормально короче так планшет это нажим размер нажим жесткости это если вы работаете планшетом я пока все это дело уменьшу так сцена история уже понятно добавить сферу тут кстати можно вот скульптис альфа 6 была только сфера здесь можно куб сферу цилиндр добавить тор и с этим делом работать удалить выделение показать контур это я уже вам показывал так print go to материалы это пока не надо сайс размер экспорт текстуры выбираете размер сейф так здесь уже что-то по-английски половина сохранить play object cgl ctl общ color the brush сохранять вот я поставил при экспорте и общ color можно append и sketchfab тут тут экспортировать наверное скетч фаб сразу точка ком так цвета вершин масштаб все стоит ну в принципе можно начинать теперь фон кстати можно выбрать ну вот такой вот фон прикольно да на природе лепите вот такой как в мае и а пардон это моду это модовская прикольная такая мне нравится она нежная так но я хочу допустим подгрузить имейдж от свое что-то вот не нужен допустим персонаж это будет распутин так ну давайте вот эту картинку здесь поставим фон имейдж и вот у нас теперь готовый персонаж сзади он располагается так настройка фона заполнить можно вот так отключить также сброс нажать но больше регулировки фона я не вижу картинку нужно подбирать вот именно делать чтобы она была в углу как и скульпт из альфа 6 давайте это теперь попробуем сделать итак вот у нас такая картинка вот допустим вот эту давайте картинку поставим и под скульпт из альфа 6 как вот делается да нужно чтобы верху картинка была просто скачиваем устанавливаем скриншот и жмем контр так зажимаем левую и правую кнопку мыши так теперь нам нужно подгадать вот этого персонажа и где-то давайте возьмем его ну вот таким вот образом вот так зайдем теперь в программу и подгрузим фон имейдж уже со скриншотом вот этим вот теперь он в боку он нам мешать не будет и сетку вот это так история сцена сетку отключить чтобы ну как глаза не мозолила и вот увидите теперь мы можем двигать переносить работать с этой программой так горячие клавиши напомню l это вот крутит ее вот так с двух сторон это вид сверху и f это вид спереди нам понадобится вид сбоку и и теперь давайте разбираться именно с кистями так кисти здесь вот есть кисть типа клей надуть это сферой типа проходит ну закручивание сглаживания те же самые вот эти вот все что в скульптуре с альфа 6 присутствовало так это уже 2d рисование потом маска 2d 3d масштабирование трансформация я вас удивлю есть тут гизма прикиньте можем жать skyл переносить это бомба так трансформация нажимаем по моему это клавиша так я ее забыл я по моему до клавиша е у она русская ну давайте с кистей начнем поставим тянучку регулируется кисть здесь по-другому уже не через shift и control а именно через x и c их ставим и в бок уводим кисточку вот она становится больше меньше нажимаем c интенсивность вот у нас сбоку интенсивность регулируется но это уже на кистях так жмем опять же x чуть чуть побольше кисточку сделаем и погнали попробуем вытянуть вот так вот челюсть так эту часть пока не трогаем ну можно чуть-чуть да вот так и оставим тот тянучка тут работает вообще интересно интенсивность x опять же можно уменьшать размер а интенсивности у нее в принципе нету вот это вот такая беда сразу давайте наметим размер ушей чтобы потом тянучку эту не ставить так кисточку побольше можно тут прибавлять прям побольше ставим и вот этот черепок немножко уводим вот сюда чайник приподнимаем к верху вот этот как-то вот так вот и лоб сразу уведем вниз вот таким вот образом что еще можно сделать ну уши намечены принципе тянуть пока ничего единство что глаза вот эти брови чтобы потом геморроя не было давайте сразу их поднимем вот так можно даже в боксе не их увести они у него видите разведенные и поставим вот эту часть вот эту часть уведем вглубь еще побольше вот так ну а с этой частью уже как и в скульпте сайфа 6 я покажу как работать так теперь побольше ставим размер и нам нужно сделать тонкую шею вот тянучка честно сказать мне здесь не очень нравится да она мягко все тянет ну как-то это все дело нужно контролировать почему потому что сейчас покажу наверное вам если вы вот потянули вот потянули потом назад что-то потянули и все здесь слоями она делает вот раз увели не бросая именно тисточки вот такая получается штука она мне не нравится control z назад возвращаем так шею уменьшаем она у него все тонкая при тонкая так плечи можно пока опустить тоже так здесь попробуем шифтом как шифт работает и левая кнопка мыши ну вроде все выглаживает нормально так эту еще часть поменьше шею еще потоньше потом все опять подрегулируем так забываю все шифт правая кнопка мыши тут уже f работает так колесико зажимаем переводим выглаживаем все шифтом я вам сейчас еще покажу тут фишки бомба вам понравится это не программа скульптурис альфа шестая в принципе я так себе и раньше представлял так теперь выбираем кисточку будем клеем работать интенсивность вот c нажимаете и в бок уводите вы видите что плашка уменьшается работайте на низкой детализации но интенсивности так размер кисточки тоже x уменьшаем и здесь уже нужно все подлавливать так вот это маловато значит c интенсивность можно прибавить ну а накладывается так же как и в скульпте с альфа шестой все работает нежно ласково мне это нравится так здесь дело это все под накидом у него скулы вы видите как у аида только чуть-чуть вниз опущены так что здесь вот смело накладываем больше маски смысле слоя получается нас вот такой вот персонаж здесь вот можно еще немножко округлить что-то добавить принципе лепим не боимся так подбородок здесь у него маленький потом разберемся тут нам понадобится уже кисточка надуть и через alt все это дело вы видите ломает сетку вот это уже не хорошо вот это не есть good так пробуем через alt на мелкой детализации тут кстати можно вот эту сетку переделывать ретопологию ну вот она ломает не хорошо давайте попробуем теперь так складку и попробуем складкой все это дело здесь нарисовать опять же вы видите получается как а ну и это дело не страшно сейчас мы ее попробуем обыграть раз она ломает вот эту штуку значит мы попробуем применить кисточку именно давайте тянучка как она поможет нам вот это дело углубить а шикарно все вот этого нам достаточно классная кисть но работает интересно конечно так надуть ставим кисточку размер ее уменьшаем интенсивность прибавляем нам нужно вот это вот шиздец какая классная губа так вот тянучка утянула а вот такая штука ломает скульпты с альфа 6 такого конечно нет но попробуем топологию изменить давайте разрешение вот можно сетки ставить и сделаем ремеша так если теперь мы выгладим и попробуем накидывать ну в принципе далеко до идеала но уже нормально давайте сетку посмотрим W вот вы видите насколько она не сильно плотная тоже треугольники все как и в скульпте с альфа 6 так теперь накидываем сюда массы вот так вот здесь потом доработаем смотрим что у него тут не так так вот эти части еще прибавим больше здесь у него тоже оттягивать будем так что накидываем через побольше отсюда так ну в принципе что-то этакое есть да зубы у него в кривь давайте нос сразу сделаем кисточкой так накидываем побольше чтобы не тянуть а то он будет опять наверно ломать и здесь тоже побольше а теперь попробуем так попробуем тянучку опять же кисточку поменьше вытягиваем нос побольше горбину побольше потом нос подкорректируем и он у него широкий вот так аж раздуваем а потом будем вот так как то делать так так брови есть все это есть вот с губами мне вот здесь вот не нравится так попробуем теперь вытянуть вот эти части опять же тянем под углом ну что-то вот в таком духе потом борода это все дело дооформит так ну и глаза глаза опять же с них надо всегда начинать вот эти ямы сделаем так это здесь дуги выходят здесь через alt можно немножко прибрать ну и набросать вот эту складку потом мы ее тянучкой дооформим вот тут она должна быть так что еще у нас тут получается ну в принципе ничего нормально теперь посмотрим резку эта кисточка называется так складка интенсивность интенсивность уменьшаем сетку уменьшаем и пробуем резать режет как из культу из альфа 6 она прикольно так нос намечаем сильно тоже не надо без фанатизма и вот здесь вот тоже делаем надрез вот теперь надрезаем верхние вот эти дуги ну и складку тоже дооформим чуть-чуть вот так потом подгладим подкорректируем ну все нормально еще поменьше интенсивность и попробуем так ухо немножко вот так углубить следом давайте посмотрим как работает кисточка так расплющить называется это сильная интенсивность поменьше чтобы как в скульпте с альфа 6 она нежно работала так здесь ее так вот проводим так вот как-то немножко на попривыкнуть к управлению так это вот так и шифтом немножко выгладим все это дело так что еще нам тут понадобится котелок котелок у него выравниваем бока вот эти закругляем вот так вот так что еще эту часть тоже можно вот так вот дооформить а что если попробовать вот губы вот так вот пройтись а потом по ним лепить ну в качестве эксперимента так ну и эти губы тоже сплю с ним вот вот с углублениями тут проблема походу я уже давно в этой проге не лепил ушел в зебраш и в принципе зебраш мне хватало ну когда я в ней работал я кайфовал это бомба так кисточку ставим клей так здесь вот чуть чуть массы побольше дооформим нос вот здесь вот так вот немножко альтом бока подберем вверх чуть чуть и добросаем так вот так как то и теперь клейм накидаем вот эту губу более так анатомически чтобы она была так это есть рот уходит еще дальше ох едите то вот это у него именно персонаж так это под накидаем здесь она должна быть ровная с разных сторон больше накидаем массы может ломаться не будет так здесь тоже под накидаем потом зубы спрячет эту штуку так это тоже есть и нарисуем давайте складкой еще интенсивность поменьше вот эту часть где у нее борода так это значит борода уходит она вот сюда вот так вот под губу здесь здесь у него усы будут здесь у него опять же вот эта складка здесь наметим сразу вот эти круги под глазами вот так вот набросаем их сразу чтоб не забыть именно клейм сделаем мягкий переход от этой части так здесь тоже по моему она очень мягко сходит на губы вот так вот и вот эта часть вот где вы видите вот это она тоже у него большая так так рот у него еще больше давайте что опять тянучку использовать ну да и вот эту губу вот так побольше вот сюда раз и как бы вот так вот припустим а вот эту часть еще больше поднимем вот так вот вот теперь вот эту часть можно не эту а вот эту часть вытянуть губы чуть-чуть ну да вот так здесь вот делаем сейчас складку так борода так вот здесь висок еще больше уходит вглубь чтобы вот эта вся штука торчала и вот где уши там уже будет волос так зацепить ее получится вот получится и лоб вот эта часть еще меньше уходит виски больше вот сюда как бы вот так вот налегают вот складку сделаем виски еще дальше надо будет увести вот эти вот так вот сюда так нос в принципе нормально здесь он в глаза переходит вот эта часть приподнятая должна быть так вот эта часть немножко сплющенная губа немножко еще вниз вот сюда вперед уходит походу она еще больше вот с носом сливается так и вот эта губа должна иметь вот такую форму где-то приблизительно так зубы вставятся все должно заиграть так уши у него мочки еще пониже аж так вот эту часть еще подальше вот так вот эту часть смотрим теперь сверху вот так аж уведем и чуть-чуть ее вперед вытянем вот таким вот образом как бы ну теперь кисточку побольше и до оформим шею вот так как-то плечи еще ниже можно опустить так чайник у него интересный вот таким вот образом и как бы назад на острие уходит вот так теперь эта часть еще больше поднимается это еще по моему побольше вот так и вот так как бы вот теперь вот эти части но опять же вы когда лепите персонажа вот с такой мультяшной картинки сильно не получится вот если вы смотрите у него здесь углы такие у вас такие углы возможно не получится потому что или персонаж будет убого выглядеть или еще что-нибудь так вот ну в принципе вот такая штукенция получается так как дело обстоит здесь с маской или зубы давайте потом в другой программе ставим а лучше все-таки маску посмотреть вот 2d маска да ну посмотрим как она так жесткость сила шикарно шикарно кстати здесь уже можно зубы вставлять используя так что тут у нас есть вот кубы или цилиндры так ну а мы сделаем по-другому мы проведем вот так вот здесь вот так вот маску надо было лепить чуть-чуть иначе но ничего и вот здесь потом маску так вот проведем и вытянем зубы побольше прям маски можно control и так это открывается рабочий так а как же тянуть теперь инверс инвертировать где тут негатив размер жесткость инструмент маска инвертировать вот она control плюс клик control клик ага шиша как у латыша ладно попробуем тогда надувать и вот опять же челюсть ломается это это не есть гуд это плоховасто так если мы все выгладим уберем эту губу и чуть-чуть обыграем эту штуку да а каким образом обыграем добавим просто массы на выглаженную поверхность так вот так это начинает и тут ломать так варфрейм вроде сетка нормальная не должно такого происходить так так интенсиву побольше поставить так здесь побольше поднакидать вот так ломает сетку не по-детски попробуем еще топология что тут можно сделать ремеш сделать побольше во уплотнилась сетка ну а теперь интересно как она поведет себя именно при скульте ну вроде лучше так чуть-чуть вот тут еще поднакидаем и попробуем кисточкой так кисточку возьмем тянучка и вот так вот этой тянучкой наметим зубы вот так control z последний вариант чуть-чуть вот так ее уведем надуем и сейчас будем все это дело чуть-чуть переделывать так вот это теперь нужно так control да control клик все прикольно нужно рисовать и давайте вот это все замажем вот это все чтобы не зацепить вот таким вот образом так кисточку чуть побольше чтобы мозга ее было поменьше ну и как-то нос еще можно зацепить и вот это дело до до оформить вот так так а если alt снимает нормально все работает и сделаем теперь вот такую штуку вот это у нас выделенная часть давайте просто накидаем сюда давайте вот это claim попробуем так ну кисточка клей что в the brush что в скульптис работает классно так что у нас тут получается а получается нужна тянучка и теперь тянучкой зубы опускаем вовнутрь вот так вот и подводим их чуть-чуть вперед вот к этим зубам я так понял да в скульптис альфа 6 я бы уже его конечно закончил ну пока вот неизвестно давно я тут не работал прикольные вам показать так ставим кисточку и побольше накидываем массы делаем губу здесь вот делаем тоже губу ехидную вот так вот под носом под накидаем можно сразу до оформить зубы вот таким вот образом если нам позволит сетка ну в принципе позволяет так здесь тоже до оформляем зубы и попробуем надрезы сделать это опять же у нас складка интенсивность поменьше чтобы понежнее все шло нет побольше надо иначе не режет и поменьше кисточку еще побольше вот это вот подгадывать надо тоже здесь так дальше уводим и губу надрезаем вот так так теперь тянучку опять надо ставить и что-то мне кажется что вот эту часть так control Z зацепил вот эту часть нужно еще вот сюда поднимать вот так вот так это еще можно уменьшить скулы можно чуть-чуть вниз опустить вот таким вот образом вот так это ну в принципе красава получается давайте теперь ему волосы и бороду чуть-чуть под накидаем так вот эту часть шею у меня шея еще тоньше и пока нет давайте наверное глаза ему добавим так это английская и добавим надуть посмотрим как тут надо все ctrl z шифтом все выглаживать иначе она не не даст сделать нормальный глаз так минус начинается ломка и тут сетки так глаза лучше конечно добавлять тогда в the brush ну как болванка уже персонаж готовый наверное этого персонажа уже скульпту с альфа 6 доделаю просто здесь мне пока непривычно ну работать можно привыкнуть надо все всем пока до свидания